Республика отметила День Шахтера. Традиционно в профессиональный праздник лучшие представители отрасли получают награды и благодарственные письма. Только в компании Суэк Хакасия медалями, грамотами и почетными званиями отмечены более 20 человек. Не обошлось и без подарков. Как все было, расскажет Виктор Лушников. Хакасия вышла на уровень добычи 20 миллионов тонн угля в год. Почти 70% этого объема дают предприятия компании Суэк Хакасия. Весомый вклад угольщиков Суэка в экономику региона отметил глава республики Виктор Зимин. Как руководитель региона очень тяжело заканчивал год с бюджетом. Компания Суэк нам выделила почти 900 миллионов дополнительных денег. Дала аванс на наш бюджет. Спасибо большое. Это все время. Лучшие люди Суэка получили государственные награды. Почетное звание заслуженных шахтер России, медаль за заслуги перед Отечеством, почетную грамоту республики Хакасия. Вручили к празднику и внутрикорпоративные премии в 50 тысяч рублей. Руководитель Суэка Хакасия Алексей Килин еще раз отметил позитивную динамику в приросте добычи угля, главного показателя работы горняков. В прошлом году мы добыли 13 миллионов 200 тонн угля всеми нашими добычными предприятиями. В этом году, соответственно, на миллион больше, чем в 15-м году. В этом году мы работаем примерно в таком же темпе. Я думаю, мы добудем угля больше к концу года. И уже на сегодняшний день мы работаем в пределах 800 тысяч тонн угля плюсом по отношению к плановым заданиям. Передовикам добычи вручили новенькие автомобили «Форд Фокус». Это тоже добрая традиция Суэка. Среди семерых счастливчиков была и женщина. Водитель «Белаза» Марина Василькина. Конечно, довольна. Ну, признание, я не скрою, довольна. Довольна. И подарком всем горнякам стало выступление популярной певицы Лаймы Вайкули. Хорошего настроения. Это объединяет все, что можно пожарить. Вот желаю всем хорошего настроения. Будьте здоровы, будьте счастливы. Спасибо. Спасибо.